Черкова Ксения, 14 лет, сказка «Неумная жена». Жил старик и старуха. У них был один сын, хороший. Жили богато, торговали разным товаром. Женили сына. Да только недолго пожили, померли старик и старуха. Богатство и деньги сыну оставили. А мужик то и видит, что жена у него не больно умная. Вот и вздумал он убрать от нее эти деньги. Денег у него тех был мешочек, золото и серебро. Взял он этот мешочек и заступ, и пошел деньги взорвать в землю, чтоб жена не знала, где деньги хранятся. А она то от него не отстает. Куда же ты, Иван, пуговки прятать? Так это я с тобой. Делать нечего. Пришлось с ней деньги прятать. И уехал мужик в поле пахать. А в это время в деревню приехали на двух лошадях с горшками и с форфоровой посудой. И пошла Мария, это к ее так звали, посуду покупать. А мужики торговцы то ей говорят. Бери, бери, маля духа, более. А у меня денег-то нет, только пуговки у одного мужа остались. Так пуговки неси, возьмем. И вот тащит Мария мешок с деньгами. Вот, берите, все пуговки отдам. А мужики то и видят, что в мешке не пуговки вовсе, а деньги. Забирая весь товар, горшки и плешки. Отдали у них весь товар, а сами торопятся уехать большой дорогой. А Мария носит и радуется. По лявкам горшки да плешки расставляет. Возвращается муж и спрашивает. Где же ты столько горшков то взяла? А это медаль на пуговки Ти, Иван. Что ж ты сделал на то? Это ж у нас деньги были. Говори скорее, в которую сторону мужики Ти поехали. Она им и указывает в ту, в ту. Возьми мне поесть, да калитку запри. А я побегу тропой перехватывать их. Вот и побежал. Прибежав к большой елке, стал Мария ждать. Смотрит. Идет Мария. А на себе дверь тащит. Только замок то и побрякивает. Он у нее и спрашивает. Ну что ж те двери то? Так ты ж мне не поверишь, что заперла. Вот смотри, замок заперт. Эх, ладно, давай, полезай на елку. Вон мужики недалеко идут, перехватим их. Полезла Мария на елку. А дверь то с собой потащила. Иван то и говорит ей. Оставь ты эти двери то. Не оставь ее. Украдут они у нас все. Ну ладно, сидят на елке. А мужики те под эту елку то и сели. Деньги стали делить. Сидят они. Мария дает мужу еду. Орехи. А орехи то под елку то и посыпались. Мужики то и говорят. Ну шо ж это такое. Орехи крошатся. А Иван то и шепчет жене своей. Не шевелись. А то они нас убьют. А Мария убивалась да и убивалась на елке. Да так убивалась. Что дверь то и уронила прямо на этих мужиков. Один язык прикусил. А другой побежал. Этот то и лопочет ему. Больно. А другому то и слышится. Держи их. Ну и побежали. Спустились. Мария и мужик с елки. Взяли свои деньги. Да и побежали. Домой. В этот раз дура выгодила. И посуда у них. И деньги. И живут хорошо. Кота всегда палочка вся и сказочка.